В зоопарке Чапультипек в Мехико впервые за последние 9 лет празднуют рождение одногорбого верблюда или драмадера. Малыш появился на свет 5 апреля и весил 24 килограмма. Сейчас он уже подрос, и на него могут посмотреть посетители. Директор зоопарка говорит, что верблюжонок совершенно здоров, но находится на искусственном вскармливании. Мать сразу после родов отказалась от него. «Нам пришлось урегулировать эту проблему с потомством, потому что это впервые, когда мать проявила агрессию по отношению к детёнышу. Мы отделили его от матери, поскольку она была очень нервной, и стали искусственно его вскармливать». Администрация зоопарка предложила людям выбрать имя для верблюжонка. Голосование проходит в интернете. Однако дальнейшая судьба малыша пока не определена. «Нам надо работать над его возвращением в семью. Как только это произойдёт, он останется с нами на несколько лет, пока мы не определим, что будет лучше – оставить здесь с целью воспроизводства или сделать обмен». Одногорбые верблюды или драмадеры, что в переводе с греческого означает «бегущий», намного мельче своих двугорбых собратьев. Их дикие популяции не сохранились до наших дней, но в Австралии живут повторно одичавшие драмадеры. Одногорбых верблюдов во многих регионах Азии и Африки люди используют как вьючных животных, а также ездят на них. Они приспособлены к засушливому климату и могут обходиться без воды целый месяц, а если перевозят по клажу, то неделю. Верблюды способны за 10 минут выпить почти 100 литров воды.